Здравствуйте, уважаемые партнеры и клиенты компании E-Markets. По традиции, сделаю для вас я обзор рынков с точки зрения VSI, с точки зрения пресс-экшена. Рассмотрим валютные форекс-пары, золото и биткоин. Ссылка на полный обзор находится в описании, там я также рассмотрю российский фондовый рынок. Давайте приступать сразу к работе. Сразу к анализу. Евро-доллар прекрасно отработал наш анализ и дошел до наших целей. Однако на данный момент мы видим очень крупную вспышку объемов, которая произошла в четверг и резкий взлет. Все это, конечно же, говорит о том, что в рынках у нас происходит некое завершение, логическое завершение этого бычьего тренда. На следующей неделе можно ожидать дальнейшую коррекцию и снижение существующих уровней. И цель коррекции, конечно же, это диапазон 1.1775 и 1.1415. На данных областях нужно делать новый анализ, поскольку в случае пробоя данной области мы можем очень сильно резко свалиться вниз. Ввиду того, что рынок перенасыщен покупками. Я этого опасаюсь, если честно. Если вы в покупках по моим рекомендациям, которые я обозначил несколькими обзорами ранее, прикрывайте хотя бы часть коллеги и следите за рынком, потому что он может грохнуться очень серьезно. Пока что следим за ним и ждем коррекции. Перейдем теперь к фунту. Фунт немножко проторговался и показал свое истинное лицо. Конечно, это очень громкие названия для фунта, но тем не менее. Мы видим, что рынок пошел вверх, тем самым указав диапазон для дальнейшего движения вверх. Обращаем внимание, как был пробит диапазон 101.26.313. Этот диапазон является верхней границей флета. На следующей неделе можно ожидать коррекции, то есть движения вниз, в связи с тем, что у нас есть вспышка бывших объемов и повышенная волатильность. Это называется кульминация, дамы и господа. Но говорить вот о полноценной кульминации пока что не приходится. Однако данная ситуация указывает на то, что в рынках у нас может произойти откат, конечно же, в первую очередь, к диапазону 1.2577.8. От данного диапазона можно искать долгосрочные покупки в связи с тем, что мы пробили верхнюю границу зоны стоимости, но все же сейчас стоит присматривать такие небольшие спекулятивные продажи до намеченных целей, не более. Когда мы приблизимся к данному диапазону, нужно будет следить, и в случае, если рынок будет формировать сжатие диапазона, сужение, небольшой флэт, тогда мы, конечно же, купим на подтверждение. Но все это будет ясно на следующей неделе. Посмотрим. Перейдем теперь к иене. Не зря я вам говорил дождаться понедельника, поскольку иена в последнее время любит делать подобные выносы. Произошел вынос вверх, это движение вверх. Мы его, конечно, ожидали, но мы не ожидали, что оно произойдет настолько быстро и произойдет без коррекции. Коррекция, конечно же, здесь произошла, но позже, и вряд ли вы, если честно, смогли ее поймать, поскольку она произошла у верхней границы данного движения. Однако, если вы все-таки смогли поймать покупки по моему сигналу, сейчас вот выходите частично, поскольку я бы на вашем месте даже прикрыл, если честно, даже большую часть данного движения, данной позиции. Это связано с тем, что в пятницу рынок очень резко вырос на фоне огромных повышенных объемов. Это все может указывать на то, что рынок может начать замедляться и уходить в коррекцию. Цели коррекции, конечно же, находятся в диапазоне 109,257, но мы можем провалиться еще ниже, дамы и господа, до уровня 108,820. Как вы понимаете, на следующей неделе мы постараемся поймать все-таки продажи, высокорисковые продажи по данному инструменту. Покупки пока что даже не рассматриваются в связи с тем, что рынок банально здесь перегрет. Перейдем теперь к австралийцу. Рынок улетел по нашему прогнозу, но опять-таки без коррекции. Корреги, в последнее время рынки так торгуются, нам нужно к этому привыкнуть. Да, рынки немножко изменились и они торгуются, к сожалению, сейчас без коррекции. Когда-то и это пройдет, так что это абсолютно нормальный процесс. Мы пошли по нашему сценарию и пошли в покупки, пробив важный диапазон 0,67315 и практически дошли до максимальных точек, а именно до диапазона 0,7270. А по этой причине на следующей неделе можно, конечно же, ожидать небольшого движения к диапазону 0,70270, но мы видим, что рынок потихоньку стал замедляться, подходя к данному диапазону. Также наблюдаем, как в рынках снижаются объемы на фоне снижения роста. Все это указывает на приближение разворота, который я ожидаю на следующей неделе. На следующей неделе я ожидаю дальнейшего движения вниз в диапазон 0,68855. И в случае, если мы пробьем данный диапазон, мы можем двинуться еще ниже к диапазону 0,67 уже, 307. И в случае, если вы, по-моему, прогнозу по данному инструменту сейчас находитесь в покупке, конечно же, прикрывайте. Перейдем теперь к канадцу. Канадец в понедельник открылся большим резким падением и дошел до уровня 1,34373. Это уровень коронавирусного взлета, дамы и господа. И мы сейчас закрыли гэп, который сформировался аж, черт знает когда, 9 марта. Но, тем не менее, в рынках еще есть порох в пороховницах, поэтому прошу обратить внимание на вечер пятницы. Обратите внимание, как появляются резкие вспышки объемов на фоне отсутствия дальнейшего движения вниз. Более того, дамы и господа, мы видим, как в четверг произошла та же самая картина, но без существенного снижения. По этой причине на следующей неделе все-таки я ожидаю замедления текущей тенденции с последующим уходом во флэт и разворотом. Где ожидать конкретно флэт, дамы и господа? Вот пока, если честно, не могу вам сказать. Если сейчас вы в продажах находитесь, удерживайте, конечно, но держите руку на пульсе. И в случае, если рынок начнет замедляться, уходить, флэтить, скидывайте инструмент, дамы и господа. Поскольку дальше он может начать отрастать от этого флэта. Имейте это в виду. Перейдем теперь к золоту. По золоту мы пробили нижний диапазон и шли в область 16.72. Данная область очень близко находится к диапазону 16.66. Данный диапазон является нижней границей огромного такого большого канала, который сформировался аж с апреля месяца. От этих намеченных целей диапазона можно, в принципе, ожидать покупок в рамках долгосрочного флэтового движения. По этой причине на следующей неделе, конечно же, я ожидаю некого замедления и последующего роста вверх. А куда ждать рост? Как вы считаете? Ну, конечно, в диапазон 17.09 и 17.38. Пожалуйста, при торговле золота используйте стопы, дамы и господа. Вы видите, в последнее время золото любят выносить по стопам всех и любят выбрасывать из позиций, поэтому используйте стопы. Да, это вы мне скажете, ну зачем нам использовать стопы, если нас будет выбрасывать из стопов? А как вы хотите? Золото, видите, в последнее время любит торговаться без анализа, очень резкая волатильная, типа биткоина, поэтому имейте это в виду. Вообще постарайтесь не торговать его, но тем не менее. Если мы говорим про биток, он пошел по нашему сценарию. Если помните, мы говорили о том, что биток зависит в диапазоне 10.000 между 10.860. И, в общем, если мы говорим о долгосрочных покупках и продажах, он там и находится. Мы видим, что мы пробили немножко 10.000, да, перелетев буквально 100 долларов. И самое интересное, что в рынках наблюдается очень активный покупатель, даже сейчас, несмотря на то, что рынок немножко упал вниз, который этот покупатель агрессивно толкает рынок вверх. Очевидно, что на области 9328, 9328, прошу прощения, да, засел мощный лимитный покупатель, который выкупает данный инструмент, просто даже не стесняясь, так сказать. Но обольщаться не стоит, нам обольщаться не стоит, дамы и господа, поскольку, по всей видимости, его могут выкупить. Его очень легко могут выкупить. В случае пробоя данного диапазона 9489, можно ожидать дальнейшего движения вниз в диапазон 8600. Если говорить о покупках, в покупке присутствуют, дамы и господа, существующих уровней и максимум до уровня 10.000. На следующей неделе постараемся торговать данный инструмент вот кратковременно, спекулятивно, не загадывая вперед на большие сроки. И связано это, конечно же, с нахождением возле верхних максимальных точек. Поживем и видим, что там будет. Желаю вам на следующей неделе зарабатывать. Счастья вам, удачи!